Десятый десяток разменял Павел Аксенович Шарин, ветеран Великой Отечественной войны, активный горожанин, участник многих проводимых в районе патриотических мероприятий. В свой 90-летний юбилей Павел Аксенович встречает гостей за накрытым столом. Рядом с ним близкие люди, родные и друзья. Поздравить уважаемого в Лобинске человека пришли и представители городской власти. Позвольте от лица главы города Лобинска Алексея Николаевича Матвиченко, от себя лично, от коллектива городской администрации, да я думаю, можно даже сказать и от всех жителей, потому что вас знают все, не только в городе, но и в районе. Поздравить с юбилеем. Уважаемый Павел Аксенович, примите самое искреннее поздравление в день вашего 90-летия. На вашу долю выпали нелегкие испытания. Юность и молодость были опалены войной, но мы по праву гордимся вашей стойкостью и мужеством. Каждый день вы бескомпромиссно и твердо стояли на защите своего отечества. Вы вынесли тяжелые испытания, сохранив веру в добро и справедливость. А самое главное, обеспечили счастливую мирную жизнь нам, своим потомкам. Мы высоко оценим все то, что вы сделали для сохранения мирного неба над нашими головами. Александр Семеряков передал юбиляру приветственный адрес главы города, вручил цветы, подарок, а также поздравления президента. Добрые слова Павлу Аксеновичу адресовали и представители Совета ветеранов. Двое детей, пятеро внуков и девять правнуков. Для них Павел Аксенович не только заботливый отец и любящий дедушка, но и крепкий фундамент их большой семьи. Жизнь ветерана – пример для родных. Примером она являлась и для нас, детей, и для внуков. Но и надеемся, что будет она являться примером и для правнуков. Потому что человек прожил такую очень интересную жизнь. Он очень рано, в 17 лет, пошел на фронт, прошел войну с Японией, да, служил свою срочную армию, вернулся. И затем постоянно трудовой подвиг у него был. Всегда была забота о детях. С детства я помню, что мы всегда с ним занимались, читали книжки, прибаутки всякие. Вот он рассказывал, он всегда с нами занимался. Павел Аксенович в свои 90 полон сил и оптимизма. Признается, что на диване лежать не любит, постоянно находится в движении. Поэтому и в почтенном возрасте сохраняет бодрость. Я чувствую себя хорошо. Дай бог мне здоровья, как сейчас. Я еще шевелюсь и работаю. Хоть что занимаюсь, как по сельскому хозяйству. Топоры, ножовки, косы, пилы. Все я делаю, у меня время даже не хватает дня. Вечером, вечером даже работаю. В хорошем настроении, потому что все мои друзья, товарищи пришли меня поздравить с днем рождения 90 лет. В планах у юбиляра продолжать вести активный образ жизни и передавать накопленный годами опыт молодому поколению. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба».